По итогам первого полугодия внешний торговый оборот между Брестской областью и семью-десятью-шестью регионами Российской Федерации составил более полутора миллиарда долларов, причем большая часть показателя приходится на экспорт. Для того, чтобы расширить круг взаимодействия и обсудить дальнейшую интеграцию в сферах экономики, торговли и культуры, в Брест с рабочим визитом прибыл чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов. Глава региона Юрий Шулейко на встрече подчеркнул важность развития всестороннего сотрудничества. Я считаю, что начался новый виток абсолютно наших отношений, кроме того, он более такой, наверное, насыщенный, он более такой, наверное, сбодренный сам по себе, потому что мы во многом едины еще сильнее. Поэтому та экономика, которая сегодня работает в Брестской, непосредственно с Российской Федерацией, где-то отчасти она подтверждается хорошими показателями в товарообороте, размещении капитала одной и другой страны, в том числе в Бресте, в Брестской области. Борис Грызлов уже в четвертый раз посещает Брестскую область. Первых две рабочих поездки были связаны с необходимостью проведения переговоров с украинской делегацией. Третий раз в канун дня города с руководителем Донецкой Народной Республики он посетил Брестскую крепость. На этот раз в график рабочей встречи было включено пять предприятий. Савушкин продукт, Гефест, Санта-Бремор, Анрекс и Стим. Четыре из которых расположены в свободной экономической зоне. Предприятия реально высокоинтеллектуальные. Я, наверное, не буду давать характеристику каждому предприятию. Наверное, нет такой необходимости. Но скажу общее – высокоинтеллектуальные, высокотехнологичные, с высотними компетенциями. И продукция, выпускаемая этими предприятиями, востребована в высокой мере в Российской Федерации. Наиболее востребованы различные виды молочной и рыбной продукции, газовые и электрические плиты, мебели и прочее. Перечень в перспективе будет расширяться. На данный момент Российская Федерация также смогла бы оказать серьёзную помощь в вопросе импортозамещения продукции, которая предприятиями Бреста ранее закупалась в странах Евросоюза и Японии. Есть те позиции, которые предприятия российские вполне могли бы освоить и помочь этим белорусским предприятиям производить свою продукцию. Есть определённые уже задержки, но вот эти задержки надо ликвидировать, создавая нашу продукцию, которая поможет в режиме комплектации выпускать конечную продукцию этим предприятиям. Стоит отметить, что за первое полугодие из Российской Федерации в Брестскую область поступило 45 миллионов долларов прямых инвестиций. И это далеко не предел. Борис Грызлов также подчеркнул важность укрепления исторической памяти. Гость заметил, что был приятно удивлён трепетным отношением к этому вопросу на Брещене. И в частности тем, как бережно хранится здесь память о великом русском полководце Суворове.